Один из главных принципов уголовного судопроизводства – это гуманность, то есть человечность. Закон требует относиться по-человечески к тому, кто предстал перед судом. А главная идея правосудия – это справедливость. Это самый важный результат любого судебного процесса. Перед нами судебный приговор Владимиру Санкину. Справедлив ли он? Закон был человечен к нему? Нас убеждают, что так и было. Но почему же у людей после вынесения этого приговора вместо торжества справедливости возникает непонимание, возмущение и даже горькое сожаление? А потому, что приговор этот сомнителен. Общество не понимает, почему человека, защитившего двоих детей от неоднократно судимого преступника, педофила, насильника и растлителя, лишили свободы на 8 лет. В колонии строгого режима. Любой уголовный процесс должен отвечать на все возникшие вопросы, а не оставлять после себя ощущение недоумения, непонимания и даже разочарования. Судебная власть не укрепляется от таких решений. Конечно, большинство следивших за этим процессом не знает всех деталей того, что педофил был убит не на месте преступления, что были неправомерные действия уже после того, как мальчиков спасли. Но разве в этом суть дела? Когда вы убиваете бешеного зверя, терзающего ребенка, вы думаете о том, гуманно ли это? Нет. Человек, ставший на защиту детей, их неприкосновенности, их жизни, имеет право не выбирать орудия и средства защиты. Подонку, покушавшемуся на детей, и причем не впервые, и даже не во второй раз, противопоставить можно только одно. Максимально жесткий отпор, вплоть до лишения его жизни, который он сам превратил в ад. Но только в аду педофила мучается не он, а его бесчисленные жертвы. Поставьте себя на место родителей этих детей, на место того, кто отпускает ребенка на прогулку, а ему приносят растерзанное тело. Так как это было там же, в Уфе, когда, отправив маленькую дочь в школу, лишь поздно вечером родители нашли ее изнасилованную и убитую на помойке за гаражами. Вспомните о матери, отдавшей малышку дочь в детский сад в Томске, где ее выкрал через забор такой же неоднократно судимый ублюдок. Уфа, Томск, Саратов, Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Хабаровск. Что это? Чума захватывает наши города? Педофилы почти безнаказанно расслевают, уничтожают детей, которых мы все вместе не смогли ни защитить, ни уберечь. Неоднократно судимые твари освобождаются и продолжают свои мерзкие преступления. А у нас нет сил? У нас нет права на самозащиту? У нас нет возможности остановить преступника? Почему до сих пор не установлен пожизненный надзор за педофилами? Почему не работает закон о кастрации? Почему не создан реестр судимых за педофилию? Почему даже после трех судимостей из-за насилия над ребенком педофил не оказывается навечно изолирован от общества? Почему? 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 Кто ответит на эти вопросы? Только на миг встаньте на место родителей всех потерпевших детей. Почувствуйте этот ужас, этот кошмар, эту беспомощность от того, что уже ничего не исправить. А вот Владимир Санкин исправил. Он нашел простой ответ на все сложные вопросы. Он просто поставил точку в преступной деятельности педофила, преступника и озверевшего монстра. За это он заслуживает снисхождения. Именно такой вердикт вынесли присяжные. Они сказали «Снисхождение я!» Но почему их голос не был услышан? Давайте все вместе сделаем так, чтобы наш голос был услышан. Мы за свободу Владимира Санкина. За то, что он сделал, он ответит перед Богом. А люди, человеческий суд, должны его освободить. А вот педофилы должны расплачиваться своей никчемной жизнью. И тот, кто остановит педофила, без сомнения, настоящий человек. И даже герой. Продолжение следует...